В гостях «Оранжевого утра» танцоры, которые уже успели полюбиться нашим зрителям. Помимо выступлений, преподавания танцев, Дарья Атрашкевич и Андрей Коп придумывают и ставят спектакли. Конечно, спектакли эти необычные, а танцевальные. Сегодня речь пойдет о новом творении Дарьи и Андрея «Счастье на выбор». В студии затронем и саму идею постановки, и раскроем секреты подготовки танцевальных номеров. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях режиссеры и сценаристы танцевального спектакля «Счастье на выбор» Дарья Атрашкевич и Андрей Коп. Доброе утро, ребята! Доброе утро! Привет! Спектакль «Танцевальный. Счастье на выбор». Сразу много вопросов. Во-первых, мне кажется, не так часто у нас в Новосибирске ставят танцевальные спектакли. Верно. Кроме того, расскажите вообще, как вы так объединились вместе и решили такой спектакль создать? Как это вам в голову пришло? Это после разных танцев или нет? Или давно носили вот эту вот идею в голове? У нас многолетний тандем. Многолетний тандем. Мы как-то сели в кафе и решили сделать танцевальный спектакль. И, собственно, он родился у нас буквально за 40 минут. Весь сценарий от конца, вот от начала до конца. Ну да, потом еще куча была доработок, но в целом вот он как-то на одном дыхании. Как вот пошел, как палился на нас сверху, не знаю, чем-то и все. Давайте вот разбираться. Танцевальный спектакль, это же не просто вот парочку там красивых номеров и все. Это наверняка какая-то задумка, это главный герой, это второстепенный герой. Или я неправильно понимаю сейчас? Все верно. И самое, что было не то чтобы сложно, но интересно и новое для нас танцоры, в основном, основная труппа танцоров, им актерское мастерство ново. И, конечно, наша основная стезя это батлы, это соревнования, это выступления и сольные, командные в парах. И, конечно же, вот редко кто из них сталкивался именно с игрой на сцене. И вот было интересно очень работать нам, мы получали большое удовольствие и получаем, и, я надеюсь, зритель тоже. Да, обязательно. Все, кто не видел, приходите на спектакль, вы обрадуетесь, я думаю, вам понравится. Там очень большая работа над цветом, звуком, над танцевальным мастерством, над актерским. Очень много работали, поэтому стоит это увидеть, стоит посмотреть. Кто еще не видел, приходите. Ну и тема, тема животрепещущая. Трепещущая. Давайте, кстати, по поводу названия. Почему счастье, почему на выбор? Есть в каждом, вот каждый день перед нами встает какой-то выбор. Быть счастливым или не быть? И как быть счастливым, тоже очень важно. Философия сейчас у нас прямо в оранжевом утре. Так. Да. Каждый день нам приходится выбирать одно или другое, черное или белое, что нам надеется. Одну девушку или другую? Такой пиджак или такой? Это же, наверное. Но есть в жизни выбор, который сделать очень трудно. Когда тебе приходится выбирать или ты будешь заниматься своим делом, своим творчеством, то, что приносит тебе удовлетворение. Но не приносит денег. Но не приносит денег, да, к сожалению. Ну, так часто бывает. Да, постоянно, я вам скажу. Ты выберешь деньги, карьеру и, возможно, любимую женщину рядом со всем этим. Ради которой ты готов. Ради которой ты готов работать каждый день, зарабатывать деньги, приносить домой, дарить ей красивые подарки. И... Ну, на алтарь всего этого нужно положить творчество. Нужно пожертвовать чем-то и пожертвовать творчество. Живешь во имя любимого человека. Либо ты живешь творчеством, но любимый твой на второй план, на третий, на пятый. Вот это и есть такая жертва, о которой, собственно, идет речь. И, возможно, этот любимый потом и уходит зачастую, потому что творчество поглощает обычно целиком и полностью. Слушайте, а вас вот какая-то личная ситуация навеяла на подобный сценарий спектакля? Или нет? Или, может быть, с подружками Даша вот сидела? Вот у меня вот так вот. Давай вот про меня спектакль станцию. А, давай. Как это было? Это вот то, что вы переживали? А тема, тема висит в воздухе очень давно. Вот на протяжении, наверное, лет двух, может, трех. И как-то вот она настолько живая и настолько она каждому близка. И когда мы начали в нее погружаться, уходить, как-то она все больше и больше затягивает. И все больше и больше людей говорят, слушай, да, у меня тоже такое было. Мы специально делали опрос среди своих первые, в общем, испытуемые, первые люди, у которых мы спрашивали. Участники разных танцев. Был ли в вашей жизни такой выбор? Или, возможно, как бы он будет, я не знаю. Ну, обычно, обычно был у них, когда мы спрашивали. У них обычно был, потому что люди все творческие, да. У них уже был такой в жизни выбор. И причем выбирали разное. Вот одинаково. Ну, кого было больше? Да вот одинаково. Вот сколько не спрашиваем, продолжаем, узнаем. И вот получается, что вот он 50 на 50. Так вам книгу уже пора писать, ребята, а вы вот только спектаклем пока. Все впереди. Может, напишем. Хорошо, а кто играет главные роли? Есть ли вообще понятие такое главные роли в вашем спектакле? Или же тут большая труппа, это все главные роли? У нас есть главные роли. Еще важен каждый. Мы тоже выбирали. Кто это? Расскажите. Как проходил кастинг? На что обращали внимание? Кастинга как такового не было. Это ваши знакомые? Мы их знали. Да. Мы сразу знали, кто это должен быть. Ну, с девушкой мы сразу знали, а с парнем у нас... А мы их знаем? Вы их знаете. Это прекрасные танцоры из шоу-балета Action, также они Action Dance Company. Прекраснейшие танцоры, очень сильные, очень искренние. Плюс они очень разносторонние, они могут справиться практически с любым стилем танца. Поэтому им приходилось в спектакле танцевать разные направления, танцевальные, новые для себя. Так же, как у нас на разных танцах все, мы уже, исходя из этого опыта, как-то... Они какие-то супермены, в общем. Невероятные ребята. А что касается репетиций, я так понимаю, что вообще номеров очень много. Вот сколько, если почитать, танцевальных номеров в вашем спектакле? Ну, там спектакль не номерами простроен, да, сценами, сценами, да? Там вообще есть слова, вот начнем с этого. Слова есть, да. Много? Достаточно. Наши актеры, танцоры не говорят на сцене, но слова... Это не говорят? Они же не определились. Нет, нет, они говорят, но зрители их не слышат. Нет, они говорят, но их не слышно. Да, у них есть диалоги. Это такое, можно сказать, немое кино, немножко немое кино, но слова в спектакле есть. Ой, ребята. Я не буду говорить, кто там, кто там разговаривает. В общем, приходите с вами. Вы меня сейчас заинтриговали. Давайте нашу беседу продолжим чуть позже, а пока я напомню, что сегодня у нас в гостях режиссеры и сценаристы танцевального спектакля «Счастье на выбор» Дарья Атрашкевич и Андрей Коп. О танцах, настоящем и будущем современных танцоров поговорим с ведущим шоу «Разные танцы» Андреем Копом и членом жюри телевизионного конкурса «Дарьей Атрашкевич». Судя по всему, ребята связали себя с танцами надолго. Они успевают выступать самостоятельно, подготавливать будущих специалистов и, что важно, творить. Из последних творений танцевальный спектакль о любви и карьере под названием «Счастье на выбор». Напомним, сегодня у нас в гостях режиссеры и сценаристы танцевального спектакля «Счастье на выбор» Дарья Атрашкевич и Андрей Коп. Доброе утро, ребята, еще раз. Продолжаем мы говорить о спектакле, и вот что мы поняли. Оказывается, спектакль имеет определенную идею. Есть главные герои, есть слова. А что еще есть? Может быть, какие-то костюмы неожиданные, декорации? Или вы от этого решили отойти, потому что танец все-таки превыше всего? Мы от этого, по-моему, никогда не отойдем. И костюмы есть, неожиданные декорации, необычные. Ну, такого еще на сцене новосибирских театров мы не видели. А еще у нас интересный сюрприз всегда, каждый раз для зрителя приготовлен. У нас зрители принимают участие в спектакле. То есть, если я не усидела на месте и хочу к вам выбежать на сцену, вы меня пустите и скажете, Алина, мы тебя ждали, пляши, да. Но не совсем так, у нас есть там обученные охранники, которые не дают этого сделать особо фанатичным людям. Ой, не пойду, мне мое лицо дорого. Да, они готовы, у них есть разрешение. Ну, в общем, у нас финал. Финал у нас, да? Расскажем чуть-чуть. Нет, я лучше про охранников. Расскажем. Ну, давайте, расскажите. В общем, финал у нас спектакля зависит от зрителя. И всегда он будет разный. И непонятно даже нам, какой на каждом показе он будет. Это зависит от зрителя, который придет смотреть каждый конкретный показ спектакля. То есть, получается, зритель может решить все-таки в пользу кого делать выбор, любимого или работы. Ну, у каждого свой выбор. Кто-то, может быть, выберет просто творчество и карьеру, кто-то выберет творчество и деньги. А вы не думали, что зрители могут схитрить и сказать, что давайте вот впервые вообще за всю историю отношений людей мы вести как-то у нас на равных, окажется? Все возможно. Вот все возможно. То есть, это тоже можно сенсовать? Все возможно. Мы готовы. Все возможно. Мы готовы к любому решению. Подождите, получается, что это тогда элемент, ну, не знаю, это неподготовленность какая-то? То есть, как-то артисты же не знают, что им дальше предстоит танцевать. То ли расставание, то ли вновь любовь и ласку или что? Вот наоборот, мы к этому готовы как раз. Мы готовы, да. К любому варианту. На все сто процентов. Хорошо. А вы сами-то принимаете непосредственно участие на сцене? Или же вы, как режиссеры-стонаристы, навязали на себя шарфы, вот это вот, понимаете, кофе и вот играете? Я думал, кстати, о шарфе. Да, я мечтаю так сидеть. Но нас, к сожалению, не выйдет, а может, и как бы даже это к лучшему. У нас будет много работы за сценой, я думаю. Вам нужно будет пинать танцоров? Нам нужно будет пинать всех, чтобы все работало в нужное время, чтобы никто ничего не забыл. Так что посмотреть у нас у самих как бы нет возможности. И то есть, а вот никак не жалко вам того, что вы не сможете сами выйти на сцену? Жалко. Мы каждый раз об этом мечтаем. А нельзя ли режиссерам-стонаристам тоже поучаствовать? Ну что, мне кажется, все в ваших силах самостоятельно написать сценарий и ввести неожиданно для всех Дашу и Андрею. Все возможно, но мы пока что от этого откажемся. Мы участвуем активно. Невозможно объять необъятное. Это невозможно. На сцене, конечно, там один раз в конце на поклоне. И все, это все. Это очень важная роль, Андрей, между прочим. Самая важная, я бы сказал, роль. Ребятки, ну вы себя уже... Ее мы и ждем полгода, да? Вы себя уже испробовали, так сказать, в образе непосредственно представителей танца, да? Вы в движении живете уже очень много лет. А теперь вы еще режиссер и сценарист. И какая роль вам нравится больше? Думать, организовывать, придумывать? Или все-таки просто по сценарию выйти и станцевать? Хороший вопрос. Честно говоря, это интересный вопрос. Тут стоит подумать, потому что очень много лет мы просто танцевали, просто участвовали в соревнованиях. Может, какие-то делали мини-шоу, мини-проекты. Это настолько сейчас вот интересная работа пошла. Я иногда думаю, вот это последний раз и все. Я больше не возьмусь за это, это очень трудно, супертяжело. Даже ты меня больше не обманешь, больше ты меня за это не затянешь. Но каждый раз мы опять... Ну каждый раз, второй уже раз. Второй раз, ну почему? Алиса много раз была. Вот давайте, кстати, затронем тему Алисы. Алиса тоже спектакль, который вы уже... Танцевальный спектакль, который вы уже отыграли. Успех был ожидаемый? То есть получилось то, что вы хотели, или, может быть, получилось еще круче, чем вы хотели, или наоборот как-то... Ну вот не очень. Получилось лучше. Получилось лучше? Потому что нас как-то так поддержала публика, нас так поддержали зрители. И то, что они приходили каждый раз на все показы и делали аншлаги. И вот настолько нас тепло как-то там зритель принимал, вот я не ожидала, что будет так. Ну и вообще я думала, я не ожидала, что и танцоры настолько выложатся на больше, чем 100%. Было, получилось очень красиво. Получилось красиво. Надеюсь, что мы еще не раз покажем Алису и новый спектакль. Ну вот мне кажется, что работа над этим спектаклем была тяжелее, над спектаклем в частности. Ну, он сложнее, в принципе, сам по себе. Ну потому что, наверное, это уже не детская история. Это уже не детская история и страшнее уже, вот в первый раз, когда не знаешь, вроде как бы, ну и ладно. Пройдет, 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 ну ладно, забыли, все, разбежались. Да, грубо говоря, так. А когда у тебя после первого спектакля был вот такой ажиотаж? Планку нельзя нам понижать. Планочку нельзя понижать, надо вот стремиться выше. И поэтому страшно как бы делать уже второй раз. Как с парашютом прыгать? Первый раз не знаешь, прыгаешь, а второй раз уже знаешь. Сознаешь. Ребят, а как вы думаете, наш новосибирский зритель вообще готов? Готов к подобному роду спектаклям? Готов. Потому что, ну вот я, например, слабо себе представляю какую-нибудь 75-летнюю бабушку в зале ДКЖ, которая понимает вообще, что происходит на сцене. Наверное, она схожа на ничего. Это бабушка будет, это бабушка Даша. А сериал у нас на Алисе очень много было. Целевой аудиторик. Кто ваш зритель? Это люди, которые занимаются танцами и которые сидят, наблюдают за танцорами, выступающими на сцене, думают, вот классно, я бы тоже вот так когда-нибудь, наверное, смог бы или смогу еще. Или это, не знаю, горожане, которые вообще далеки от танцев, от спектаклей. Мы очень стараемся как можно шире взять. Ну вот вы, когда пишете сценарий, вы представляете себе своего зрителя? Я думаю, что это зритель любого возраста, на самом деле. Ну у нас, несмотря на то, что 16+, я бы хотел, чтобы люди и помладше увидели. Ну с родителями можно? Ну с родителями, да, если придут. Дело в том, что спектакль для каждого, потому что не нужно брать именно здесь за основу творчества. Это может быть какая-то мечта, то есть у людей может быть в жизни вставал какой-то выбор. Или моя мечта, или деньги и карьера, то есть или я буду вот зарабатывать, зарабатывать и может быть когда-нибудь, или я буду работать только вот над этой мечтой. То есть не надо привязываться конкретно к творчеству. Конечно, людям творческим это будет ближе, но вот если брать так, мечту заменять творчеством, то это близко каждому. Ну что ж, ребят, мы будем с нетерпением ждать ваших спектаклев и счастья на выбор, и Алису. И я уверена, что вы еще что-нибудь придумаете уже для другой целевой аудитории, может быть, для людей совсем постарше, кто знает. Может быть, бабушки на сцене появятся потом, знаете, Бурановские, как это принято сейчас. Ну в любом случае вам спасибо за беседу. Напомню, что сегодня в гостях у нас были режиссеры и сценаристы танцевального спектакля «Счастье на выбор» Дарья Атрашкевич и Андрей Коп. Спасибо, что пришли сюда. Пока.